Попробую рискнуть, предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать, ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий, прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как-то было для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину или с другой стороны, с стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут. Все вопросы, территориальные, восстановительные, безопасность и прочее, нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий. Это же смешно. Дипломаты понимают, когда ты идешь на переговоры, какие могут быть предварительные условия. Я скажу больше. Это не надо скрывать никому. Дипломаты понимают, что ты идешь на переговоры, какие могут быть предварительные условия.